Приветствую вас, сегодня красивый обзор санузла и расскажу сегодня как правильно подобрать по размеру ванну, как сделать вклеенное в плитку зеркало, какой высоты должна быть душевая стойка, чтоб не было проблем в эксплуатации и как сделать правильное примыкание к акриловой ванне и многое другое, поэтому не переключайтесь, погнали! Перед нами стандартный санузел в трехкомнатной панельной новостройке, размер ванной комнаты 1730 мм на 2130 мм, туалет же 1250 мм имеется ширина и полезная длина после зашивки коммуникаций 1675 мм. Часть туалета занимает вентканал, что немного стесняет его, но на разных этажах он может иметь разную ширину. Ремонт ванной комнаты начинается с планирования размещения сантех-приборов. Размещение производим от большего, то есть от ванной, в данном случае ванна размещена по наименьшей стене. Для долгосрочной и беспроблемной эксплуатации ванной нужно, чтобы плитка становилась на борт самой ванной, чтобы получить красивое и практичное примыкание. Оно планируется еще на черновой стадии, так как ширина помещения изначально в данном случае 1730 мм, а сама ванная 1700, получаем зазор 30 мм. Поэтому рассчитываем оштукатуривание стен таким образом, чтобы ширина уменьшилась минимум на 25 мм и при средней толщине плитки с клеем 13 мм она закроет зазоры, оставшиеся между ванной и стенами. Далее размещаем раковину и исходя из ее размеров, высоты и центровки мы сможем определить расположение зеркала. В данной ванной зеркало вклеено заподлицо с плиткой и сделано до самого потолка шириной 500 мм. Есть два типа зеркал с фацетом толщиной кромки 2 мм как в данном случае и без толщиной 4 мм. Эти данные нам нужны, чтобы подготовить основание под зеркало и во время облицовки стоит оставить проем в плитке идеальной геометрии и после подштукатурить основание на глубину большую толщины зеркало на 1 мм. После облицовки снимаем точные размеры ниши, получившиеся в плитке для зеркала и его изготовления и тогда без проблем сможем его вклеить заподлицо с плиткой. Для наклеивания рекомендую использовать полиуретановый клей и ни в коем случае не использовать герметики. При покупке душевой системы с тропическим душем обращайте внимание на максимальную высоту душевой стойки от центра смесителя, так как большинство душевых систем рассчитано на размещение смесителя на высоте 900 мм от пола, а в случае с ванной стандартное расстояние от борта ванной до центра смесителя 250 мм, то есть от дна ванны до центра смесителя будет на уровне 680 мм. У большинства душевых стоек высота штанги 1100 мм, то есть при размещении смесителя над ванной лейка тропического душа будет на высоте 1680 мм, чего недостаточно для комфортного использования среднего роста человека. Поэтому ищите модели с длиной штанги 1560 мм, они есть, либо на гибкой подводке, а лучше рассмотрите системы скрытого монтажа, они практичнее и более гибкие в монтаже. Примыкание акриловой ванной к экрану из плитки очень важная деталь, так как в 100% случаев кромка борта имеет прогиб в несколько миллиметров, сама плитка имеет выпуклости на 1-2 мм. И свести борт ванной с торцом плитки так, чтобы они были в одной плоскости и это выглядело красиво, не представляется возможным. В основном кромка акрила с острыми краями, но мы нашли решение, но перед тем как повторять его, ознакомьтесь с этим видео, ссылку оставлю в описании и в подсказках. Если у вас качественная акриловая ванна с толстым литиевым акрилом, то берем снимаем фаску с острой кромки борта ванны на 2 мм. Аккуратно зашлифовываем и заполировываем трехтысячной наждачкой. Край находится всегда в тени, поэтому не будет заметна разница в блеске и основной плоскостью. После просто утапливаем экран на эти 2 мм, чтобы скругление борта плавно переходило в плитку и мы получим корректное и красивое примыкание. Накладные раковины это очень красивое решение для вашей ванной комнаты, но есть одно но. Это разновидность их форм. Есть одна, которую не стоит использовать. Раковина должна примыкать в столище только под прямым углом, либо приближенным к нему. Но ни в коем случае не под острым углом, так как скопление воды и влаги под ней неизбежно. Через некоторое время обязательно под ней возникнет грибок, поэтому обращайте на это внимание и не делайте таких ошибок, как мы совершили когда-то. Полотенцесушитель, если он размещается на свободной стене и под ним нет никакой мебели, то стоит делать его высотой не менее 1 м и отступать от пола в среднем от 1 м также. Это более функционально и солиднее выглядит, чем короткий огрызок на большой стене. А если размещается полотенцесушитель над мебелью или стиральной машины, то стоит использовать 80 см полотенцесушитель. Дверные откосы стоит делать из доборов и наличников со стороны ванной. Это практичное решение, так как нет наружных углов подверженных сколам и двери всегда без проблем можно заменить. И визуально получаем завершенный и красивый вид. Как вы уже заметили, в ванной комнате не было стиральной машины. В данном случае было принято решение использовать машинку с верхней загрузкой. Она как раз поместилась в нишу в туалете. Это интересное решение, оставьте свое мнение по этому поводу в комментариях. Подвесной унитаз это однозначно лучшее решение для любого санузла и каждая хозяйка это оценит. Никаких закоулков с грязью и пылью под унитазом, все красиво, практично в эксплуатации. Что касается коммуникаций, в данном случае использованы люки. Практика два штуки. На момент ремонта это было лучшим решением, но позже мы нашли другие более удобные и практичные варианты зашивки коммуникации. Также оставлю ссылку в подсказках и в описании об этих решениях. Обязательно посмотрите, собран весь опыт за последние годы работы. Напишите в комментариях понравился ли такой формат обзоров и был ли он вам полезен. Ставьте лайк, подписку и до новых встреч. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok